Всем привет, друзья и гости нашего канала. Мы с Халилом поедем в город, поедем в торговый центр Форум. Мы уже просто сто лет там не были, хотим посмотреть, что там красиво продается, и вам покажем. Так что поехали с нами. Погодка у нас классная, обалденная, комфортная. Вечером прохладно, так хорошо прохладно, а днем тепло. Мы в форуме, друзья, уже сто лет здесь не были. Сейчас первый магазин Катон, не знаю, заходить, не заходить. Ну зайдем, так быстренько посмотрим, что тут новенького. А все новенькое, это как в прошлом году, я смотрю, ассортимент один и тот же. Пальто, костюмы, пиджаки. Все, как и в прошлом году. Я мерила пальто в прошлом году, а это вот такой вот джакет. Две восемьсот. Джинсы. Кофточки. Джинсы в какую цену. Посмотрим, в какую цену. Шестсот лир. Джинсы. Какой симпатичный костюмчик. С лапшой сзади. Мой размерчик. Какая же цена, не знаю, не вижу цену. Такая вот джинсовая, джинсовая куртка с лапшой. С вышивкой. Коротенькая. Сейчас посмотрим цену. Цена куртки две тысячи. Так, и вот к ней вот такая вот кожаная юбочка. Все вместе будет неплохо смотреться. Как раз юбка под лапшу. Одинаково цвета с лапшой. Юбка стоит тысяча лир. Юбка тысяча. И куртка две тысячи. И того сто долларов. Ну, чуть меньше, девяносто. Девяносто долларов. Такой костюмчик. Так опять те же пальто, которые я мерила. И сколько же они стоят в этом году? В этом году они стоят... Это пальто полторы тысячи. А в прошлом не помню, сколько стоили. Все одинаковое. Просто все одинаковое. Как и в прошлом году. Гольфики, пальто. Гольфики, гольфики. 649 лир гольфик стоит. Стоит, да. 649. Этот 799. 800 лир гольфик. Я на тренд-йоле покупала в де-факто гольфики в прошлом году. Вообще цена была обалденная. По-моему, по 250 лир гольфик. Сейчас 900. Свитера. Свитера синтетические. 1100 лир. Жилетка. Черное пальто. Курточки. Чебурашки. Свитерок. 1000 лир. Неплохой такой, симпатичный. Жилеточка. Жилетка 500 лир. Такая беленькая. Тоже очень симпатичная. Платьечко. Платьечко 800 лир. Черное маленькое платьечко. Красное пальто. Тоже я его мерила в прошлом году. Сейчас оно 3000. Не помню, сколько оно стоило. Хоть убей меня, не помню. Жакет 2300. Платье. Тут еще летнее. Но уже летнего совсем мало. Это уже здесь скидки, распродажи. Кофточка. С прошлого. Сколько стоит? Блузка такая. Полторы тысячи. Вот костюмчик неплохой, джинсовый. Симпатичный. Жакет и брюки. Очень даже симпатичный. Не вижу цены его. Цены его не вижу. Он бесценен. Хороший костюм. Брюки джинсовые. Тысяча лир брюки. Все, джинсовая тысяча лир. Друзья, пойдем в другой магазин. В Айкики зайти, что ли? Сто лет не была в нем. Смотрим куртку. Мы заказали Халилу куртку. Очень хорошая придет завтра. Вот эта вот куртка стоит полторы, например. Она, знаете, как скотч зама. Что-то такой материал какой-то такой. Как прорезиненный какой-то. Даже не знаю, что это за материал. Много свитеров, рубашки, ветровки. Жилетка. Тысяча лир. Такая, ну не знаю, никакая. Какой-то материал непонятный какой-то. Много свитеров, толстовок. Толстовки мужские. Это все мужское. Пятьсот сорок девять. Куртки из корзама. Здесь толстовки. Типа ветровочки. Полторы тысячи такая. Ветровочка. Я, знаете, что хочу посмотреть. Джинсы черные здесь. В Айкике. Здесь все мужское. Мужское. Рубашки. Эти симпатичные. 899. Такие вот толстые. Здесь можно в Мерсине зимой в ней ходить. В этой рубашке. Она с мехом. Вот эти куртки джинсовые с мехом. Боже. Сколько лет это все в моде, да? Сколько лет? Одно и то же в моде. Толстовки. Джинсовые куртки с капюшоном. 1300 стоит такая джинсовая куртка с капюшоном. Когда-то я себе покупала такую. Просто с Владой гуляли по форуму. 150 лир. Вообще. Можно сказать, бесплатно. Сейчас можно только вспомнить. Какие были цены. Года так 4 назад. Так, ну что, друзья. Валил там ходит. Пойдемте в женский отдел. Что здесь? Жакет здесь. Рубашка. 400 лир. Вот такая вот рубашка. Футболки еще есть. Но они уже все на распродаже. Жакет ужаснейший. Просто какой-то кошмар. Какого вида он не имеет. Что вот этот бежевый. Что этот черный. Какой-то ужас. Где ж джинсы? А, джинсы вот там в углу. Просто мне интересны цены. Обычно в Айкике всегда хорошая цена на джинсы. Я очень часто раньше покупала здесь джинсы. Хочу посмотреть. Что это? Так, 329. Что, что 329. Прекраснейшая цена. Не, ну я не такие хочу. Чуть другие. Сейчас, друзья, посмотрим. Вот эти 700 стоят. Брюки широкие. 700. Мне нужны не широкие. По 700. В общем, все брючки по 700. Но еще нормально. 500 вот есть. Так, друзья, не зря зашла. Купила черные себе джинсы скини. 600 лир. Очень хорошая цена. Так, сейчас зайдем в другой магазин. Так, друзья, Мави. Мави – это прекрасный турецкий бренд, который славится джинсовой одеждой, футболками. В общем, джинсой. Рубашки, футболки. Видите, какая рубашка. На полторы тысячи стоит такая рубашка джинсовая. Очень хорошее качество. Мави, но все недешево, конечно. Такой вот жакет симпатичный. Брюки. В какую цену брюки? Не знаю, не вижу цены. Сейчас скажу. Значит, брюки 1300. Вот джинсовые брюки 1300. Ну, хорошее качество, конечно. Такие они плотные. Здесь 1119 вот эти джинсы. По мужской, а то ли женский. Женский одел. Джинсовое такое платье 1300. Рубашки. Жилеточка. Жилеточка 1200. Светыра. Мужские одехали уделся. Ой, какая хорошая куртка. По-моему, да, это женский вариант. Замечательная, видите. Джинса вместе с мехом. Симпатичная. 1700 стоит. С такими джинсовыми вставками. Красивая. 1700. Это обычная. 2300. Красненькая. Толстовочка симпатичная. Какая моя. Такая симпатичная коротенькая курточка. 2100 стоит. Такая симпатичная. И вот эта очень неплохая курточка. Очень, друзья, хорошие джинсы здесь. Брюки. Начинаю 1100 и заканчиваю 1500. Очень неплохие джинсы симпатичные. Все надо мерить, конечно. Рубашки джинсовые. Обожаю. Неплохие брючки. Жакет. А, это безрукавка. Жилетка 1200. Так, ну что, давайте дальше пойдем. Пройдемся. О, друзья, какая красота. Это магазин Бамби, мой любимый. Ну, это кто вороны, то это все для ворон. Как я. Я ворона, например. Эта сумка какая шикардосная. 3,374 в белом цвете и в черном. Гюзель, чанта? Чё, гюзель, да? Сумочка стоит 120 долларов. Ага. Красивая очень обувь в Бамби. Ну, и так носится неплохо. Я много покупала из Бамби, мой. Он лоферы. Лоферы. 2,240. Боусы. Вот эти симпатичные. Я наподобие таких заказала себе страньола. Красненькие. Под жилетку красную. Здесь лоферы стоят 2,249. Ботинки на тракторной подошве. Хотя говорят, что сейчас не модная тракторная подошва. Ну, как видите, везде продается. Это тем более Харли Дэвидсон. Везде продается на тракторной подошве. Так что можно носить. Ещё из моды не вышло. Ещё в моде. Хорошие сумки. Хороший магазин. Лоферы-муферы. Ботиночки. Лоферы люди меряют. Так, друзья. Здесь мужская обувь. Мужская тоже очень красивая. 5 тысяч. Какие красивые туфли. Ну, я надеюсь, что это кожа за такую цену. Кожаные куртки. И Харли Дэвидсон. Ботинки мужские. 25% скидка. 4,5 тысячи. Такие вот неубиваемые боты. Харли Дэвидсон. Классные. Так. Пойдёмте дальше. Пума. Магазин Пума. Не буду туда заходить. Не хочу. Вся спортивная одежда. Обувь. Вот лоферы. 1099-1400. Так. Это магазин Дейчман. Пойдёмте, зайдём. Здесь много обуви. Очень хороший магазин. Я здесь ботинки покупала. Кто давно смотрит моё видео, помнит. Тоже здесь. А, это Хаки Кидыри. Настоящая кожа. Сколько же стоит настоящая кожа? 2,899. Вот такие вот ботинки бежевые. Коричневые. 2,400. И видите, всё на тракторной подошве. Пожалуйста. 1,800. Это уже не Хаки Кидыри. То есть, не настоящая кожа. Кожза. Ого! 2,300. 2,300. Вот такие вот ботиночки. Здесь классические модели. Классическая модель 2,600. Это, естественно, всё не кожа. Всё кожза. А вот это кожа. Вот. Какие Кидыри. Вот такие вот ботильоны. Стоят 2,900. Классические. А здесь лаковые. Обожаю лаковые. Обувь обожаю. Очень мне нравятся. 1,700. Такие вот цены. 1,700. 1,900. Ботиночки. Дальше идут кроссовки. Хамелл. Кроссовки 2,149. Пума. Пума. 4,200, друзья. Фу, я сняла жилетку. Что-то мне так жарко. 4,200. Ещё ж меряла джинсы, примеряла. И вообще жарко. Просто. Мать смотрит. Ой, кадрист. Такие вот симпатичные. Полторы тысячи стоят. Луноходы. Вспоминаю, как они называются. Мне в голову приходит другое название. Ну, понятное дело, я не могу это сказать. Название, которое мне приходит в голову. Ну, кто понял, тот понял. Луноходы. Но я когда их вижу, мне хочется по-другому их называть. Фила. Такие хорошие кроссовочки. 2,000 симпатичные. Тяжёлые. Полторы тысячи. Эти. 1,700. А, здесь всё, Фила. 2,000. Ну, и здесь пошли ботинки. Ботинки разные, конечно. Если это натуральная кожа, то это будет до 3,000. А то и 3,7. Это 100 долларов. Если это кожзам, то это 2,000. Полторы тысячи. 1,700. Такие вот цены. Вот симпатичные. 1,800. Неплохие. Найк кроссовочки. А, Пума, Пума. Найк, говорю, Пума. Пума. Сколько стоит Пума, Мума? 5,000. Боже, 5,100. Такие, мама моя. 5,100. Здесь я покупала эту сумочку. Фила. Ношу её постоянно. Как будто у меня другой сумки нет. Вот так он нравится. Она мне. Она такая удобная. А, вот Филочки. Вот они. 1,300. Такая вот. Как Мишка. Из Чебурашки. Вон там ничего симпатичное. Ну, у меня такая она более спортивная. Вот та неплохая. Какая же цена у этой сумочки. 1,300. Такая вот. Под такой, если жакет. Зимний жакет и курточка. Такая ещё Бурашки. Такая сумочка будет неплохо. Здесь уже классические модели. Пошли сумок. Рюкзачки. Вот не люблю рюкзаки. Я на людях люблю, а на себе не люблю. Такая вот есть в чёрном цвете. Такая вот чебуранька. 1,300. Вот уже огромные рюкзачки. Пума. Это кто спортом занимается, наверное. Детки. Такой тонкий. Это вообще. Ну, этот получится, наверное. Найк. Кроссовочки. 4,000 кроссовки. Так подорожали вот эти бренды. Найк, Пума. В Турции они были более-менее. Цены были неплохие. Сейчас очень дорого всё. Очень. Всё очень дорого. Симпатичные. Симпатичные. Видите сейчас, какая есть в продаже? Кто в Мерсине? Быстро летите. Покупайте. 1,300. Ну, класс, конечно. Симпатичные. Ну, как она будет носиться? Из клеёнки сумка. Не знаю даже, как она будет носиться. Это. Это мне не очень. Вот это ничего ещё. Вот это симпатичная. Да? Неплохая сумочка. Такая же беленькая. Беленькая в какую цену. Беленькая полторы тысячи. Вот такая вот. Неплохая. Но мне нравится вот эта. Лаковая. Так как я люблю лаковые обуви, лаковые сумки. Обожаю. Так, ну что, друзья. Всё красиво. Всё прекрасно. Ой, какая прелесть. Nike 300. Очень симпатичные кроссовочки. Э, 300. 100 долларов. Чуть меньше. Чуть-чуть. Так, друзья. Зара мужская. Не пойдём сюда. Пойдём в Байнер. Здесь представлены все бренды. Хороший магазин. Сейчас посмотрим. Я уже вижу Кельвин Кляйн футболочки. Скетчерс. Спортивные штаники. Сколько стоит? 1700 штаны стоят. Ой, какая классная. Это жилеточка. Хорошая. Жилетка стоит 3800. Цвет такой приятный. Кроссовки. Так, что здесь? Здесь мужской отдел. Nike, Schmeich. 2300 стоит футболка. Куртка. Discovery. Курточка неплохая. Симпатичная. 7500. Лёгкая-лёгкая. 5600. Такая куртка. Мы Халилу заказали. Наподобие. Такую вот куртку придёт. Завтра должна. 10 тысяч куртка стоит. Вот эта. 1703. 349. Цена вот такой вот куртки. Куртка Adidas. 4400. Жилетка. 4538. Много курток. Мне нравятся вот такие вот жилетки. Рифлёные. Вот такой вот. Очень нравятся. Такие симпатичные. Хорошая жилеточка. Много курток. Ой, какая куртка классная. Мятного цвета. Пума. Ну, она не тёплая. Так. На Мерсинскую зиму. Да. На Мерсинскую зиму, да. 7 тысяч. Такая вот куртка. Цвет очень красивый. Кстати, камера не передаёт. Он мятный, а на камере он как голубой. 8 тысяч вот такая куртка. 8500. Томми Хилфигер. Обалденная. Кельвин Кляйн. Кельвин Кляйн сколько? Тоже 10 тысяч. Тоже симпатичная. Ну, та потолще. Это вообще тоненькая. Хорошие куртки прелестные. Мы уже курток набрали. И жилеток, и чего только. А вот какой классный костюм спортивный. 4000. Толстовка. И брюки. И брюки тоже 4. В общем, 8 тысяч вот такой вот костюм. Такие классные куртки. Мужские. 2800. 80 долларов. Очень симпатичные. Вот этот цвет лучше, чем вот этот голубой. Такие вот спортивные с капюшоном. Тоже хорошие куртки. Что-то я смотрю. Людей, друзья, нет. Магазин пустой. Ой. Фонтанчик. Вон в форуме. Такой красивый фонтан. Здесь кафешка. Здесь живая музыка. Все, но видео не снимешь. Такой красивый фонтан. Ой, что-то сегодня, вы знаете, погода такая жарковата. Кто в футболках, кто в толстоках, кто в жилетках, кто в пальто. Кто как. Харил говорит, для футболок жарко. Вон мальчики в футболках. В футболках и в жилетках. Вот так вот еще ходят. Ну, сейчас пару часов и будет холодно. Ну, что, друзья, немножко походили с вами, посмотрели. Есть неплохие вещи. В основном спортивные. Мне понравились там кроссы, костюмы, жилетки. Ну, все это у нас есть. Слава Богу, уже купили все. Я очень хотела красную жилетку. Вот купила. Довольно безумно. Сегодня, правда, жарковато для жилетки. Странно. Но мы сейчас едем кофе пить. Будем кофе пить возле моря, на берегу моря. Поэтому будет прохладно. Поэтому мне не будет жарко. Будет хорошо. Сейчас через пару часиков уже будет прохладно. Вот. Так что. Есть хорошие вещи. Напишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Есть, конечно, хорошие брендовые вещи. Ну, и цены на них тоже хорошие. Скажем так. Итак, друзья, мы уже на набережной. А тут ветер. И такой, знаете, такой прохладный. Сейчас вот эта вот кафешка. В эту кафешку пойдем. Посидим чуть-чуть. Здесь уже люди, видите, в капюшонах, в куртках. Прохладно возле моря. Что людей мало сегодня в кафе. На удивление. Что бы это значило. Все зелено. Как летом. Приехал наш кофе, друзья. У меня мука у Халила турецкий. С конфеткой. Мне не дали конфетку. Больше сюда не придем. Шучу. Халил, привет. Всем привет. Часто в комментариях пишут, что Халил все время в телефоне. Он футбол смотрит, друзья. Туркиш сумасшедшие фанаты футбола, поэтому он без футбола не может. Он даже на улице смотрит футбол. Люди то приходят, то уходят. А вот морюшка. Сейчас выпьем кофейку, я вам море покажу. Правда, там не очень видно, темно. Ну, да, прохладно здесь. Слава Богу. Так что хорошо, что я жилеточку надела. Прохладненько уже. Слава Богу, дождались. Море. Море, друзья, не видно. Чернота. Одни он рыбаки со спиннингами стоят. Рыбы нет. Но им важен процесс. Очень маленькая волна. Правда, есть ветерок. Мы уже посидели, кофе попили. Будем ехать домой. Сейчас чуть пройдемся по напережной. К машине. Две минуты. Спасибо, друзья, огромное, что были с нами. Смотрели это видео. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok